Всем привет друзья, вы на канале Shadow Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, у нас сегодня внеплановая серия по сталь дюэли, как я говорил, серии будут у нас в основном выходить в выходные дни, но я просто не удержался и решил заглянуть на свою ферму, посмотреть как там мой пастернак, он я знаю вырос и мне нужно его собрать, чтобы узнать что делать с ним дальше, и решил одновременно с этим нажать на кнопку запись, а вдруг кому-то тоже будет интересно как тут поживает мой пастернак. Ну в принципе вы же тоже наверное наведываетесь на свои дачи среди недели, возможно конечно не в раннем марте, не ранняя весна, когда еще снег наверное не сошел, да, с ваших дач, но все же, все же навестить стоит, посмотреть как там дача после зимы, как там выстрелана или нет под тяжестью снега, разогнать бомжей в конце до концов, ну святое дело, правильно, и вот я тоже решил среди недели под вечерок навестить свою дачу. Во-первых, ко мне пришло в почтовый ящик письмо, не знаю что это за смельчак, который ночью, когда здесь полно чудовищ, мертвецов и всяких пауков, носит почту, но видимо такой смельчак есть среди Вали, и мы сейчас узнаем что он нам принес. Дорогим клиентом Джорджа Март, это я, члены нашей команды расчистили завал, произошедший в результате нашей операции по бурению, хотим напомнить вам, что эта операция была совершена законно, законно вернее является согласно инициативе такой-то, поправка Кор Джорджа, ответственный контроль местной окружающей среды для нас главный приоритет, извиняемся за неудобство, причем это я должность. Я даже не знаю, о чем они говорят, как и всегда мы ценим вашу заботу, Морис, представители дела качества обслуживания. Но Морис я знаю, и это походу Морис, да, принес мне эту весточку. Ну ладно, это не главное, моя задача это посмотреть на мой пастернак, который наконец-то взошел. Огород, конечно, выглядит у меня бедненько, но тем не менее, хоть что-то, новая запись в дневнике. Все, я выполнил квест, да? Начало. Если хотите стать фермером, начните со снов. А, это мое, да, это я выполнил квест, собрал первый урожай пастернака. Урожай собран. Вознаграждение получено 100 целых монет мне дали. И сразу же два квеста, двигаемся дальше. С опытом вы узнаете новые рецепты для изготовления предметов, которые повысят вашу прибыль и упросят жизнь. Вот это мне бы не помешало. К примеру, пугало не даст воронам поживиться вашим урожаем. Достигните уровня фермоса 1 и соорудите пугало. И животноводство, не забываем. Робин, местный плотник, живет с севера от города. Это вообще-то она, по-моему, да? В обмен на деньги и стройматериал она построит новые здания у вас на ферме. Чтобы выращивать животных, вам нужен будет птичник или хлеб. Построить птичник? Да, без проблем, сейчас я только соберу вот это. Все-таки пастернак, вещь-то полезная. И надо, наверное, семян каких-то закупить и что-то сделать с огородом своим. Пора уже расширяться, пора захватывать земли более масштабно. Это не вырос еще. Вот этот, по-моему, вырос. Да, у меня уже 16 пастернаков. А что с ним делать вообще? Не знаю, сейчас будем разбираться, что с ним делать. Подождите, я сбегаю домой. Вообще-то ящик, наверное, надо на улице поставить. Представьте, с грязными ногами постоянно. Раз наследил, пошел, открыл ящик. Что это? Пастернаковый, злак, весеннее растение, близкий родственник морковки. Очень питательный клубень. А, да он неплохая вещь. В принципе, если ты теряешь энергию, то очень даже пригодится. Можно все перетащить. Так, годится. Ну, давайте тогда искать способ построить птичник. Хотя, наверное, лучше, наверное, заняться пока что огородами. Ну, ладно, подождем, пока взойдет вот эта трава. Ну, не трава, вернее. А что-то тоже вкусное. Вообще, давайте узнаем, где работает Робин. К северу от меня. А тут с севера от меня глушь вообще-то. А где же Робин? Магазин Пьерова. А где плотник? Вот это, что ли? Сейчас посмотрим. В общем, я еще сегодня побегаю по городу. Посмотрю, может быть, найду кого-нибудь из тех, кого я не знаю. Мне там перезнакомиться еще надо с 14 людьми. 14 я встретил, но, конечно, я их не помню, кроме некоторых. Мэра Льюиса, Рыбака, Уильяма и... Опа! По дороге ходить нельзя. И Робин. Робин Плотника. Веселые очень ребята, с ними здесь не соскучишься. Поэтому я хотел бы найти, где она здесь обитает. О! Смотрите-ка. Он плачет. Ой, здравствуй. Привет. Ну что ты смотришь? Городской центр, да, это, по-моему? Вот ведь глаза мозолит. Старый зароший, который... Джош Марк... Маркет пытался выкупить, да? Этот клуб города Пеликан. Точнее, то, что от него осталось. Льюис такой грустный. Раньше он был гордостью нашего города. Внутри всегда было полно народу. Я так и думал, что мне его нужно будет восстановить. А теперь только смотри на это. Стыд и срам. Срам и стыд. Теперь молодежь лучшего телека будет сидеть, чем обобщаться с другими. У меня, кстати, тоже есть телек. Его забыл посмотреть. Тюш, ты-то я разошелся, будто старый дурак. Корпорация Джоджо все не дает мне покоя. Просит продать им этот участок, чтобы построить здесь их склад. Деньги бы пошли городу на пользу. Но что-то меня останавливает. Наверное, старики всегда цепляются за вещи из прошлого. Ну да ладно. Если еще кто-нибудь купит себе членство Джоджо, я продам этот участок. Это намек на меня, да? Эх, пойдем внутрь. Ну пойдем, пойдем. От меня что зависит? Отремонтировать его нужно? Я свой дом не могу в порядок привезти. Ты мой участок видел? Ты же смеялся с него. Что? Спрашивает Льюис. Что это? Наверное, Винсент и Джаз тут играли. Да, тут все еще хуже, чем я помню. Это что такое? Зеленый ночной горшок? Ага. Без еще призраки есть, да? Нифига себе. Что такое? Нездоровец? Я видел здесь зеленый ночной горшок. И думаю, не только я. Ты что-то там видишь? Не удивлюсь, если здесь теперь полно крыс. Это не крыс. Это зеленый ночной горшок. У меня истерика. Льюис нифига не видит. Надо кого-то более зрячего пригласить. Ты меня пугаешь, Шет. Ладно, пойду-ка я домой. Нужно пообедать. Ха, действительно. А что мы с тобой заходили-то? Не оставляй меня здесь. Здесь призраки. Слушай, я оставлю это здание открыто. Можешь на досуге, тебе удастся поймать эту крысу. Какую крысу? Я же говорю, я видел зеленый горшок. Странно. Нужно будет вернуться и хорошенько исследовать это здание. Когда? Так давай, самое время. Мы-то сегодня пришли, то следят зачем. Страшно, конечно, но у меня есть с собой топор. Я могу в любой момент помеж глаз кому-нибудь влепить. Обновился квест, да, у меня? Крыса. Что-то странное происходит в старом клубе. Исследуйте старый клуб. Ну давай, ферма подождет. Пастернак собрали, садить пока нечего. А вон, смотрите, еще один. Еще и желтый есть у нас горшок какой-то. Клуб ночных горшков. Стэр Дюэли. А, так. Какая-то доска заметок. Огромнейший сейв, который взломали. Я посмотрю, что здесь. Пока никакой информации я не вижу. Тоже какая-то историческая ценность. И подвал. Самое стрёмное место в этом здании. Но оно тоже пустует. Нет никого здесь, кого можно найти и спросить. Что здесь делают ночные горшки? Посмотрю выше. Это нельзя. Это не открывать, не смотреть, ничего. На самом деле вот здесь что-то находится. Что тут еще обследовать? Ну посмотрел я там, здесь. Новую информацию особо не нашел. Вот здесь что-то желтое. А вот он, смотрите. И он исчезает. Что это такое? Так, написано явно не на нашем. Понять трудно, что это. О чем говорится. Поэтому я не знаю, что с этим делать. Есть связки дров. Может ударить их? Не знаю, не знаю. Ну и хорошо. Исследовал, исследовал. Ну ладно. Будем, наверное, как-то развивать науку. Или какие-то знания. Или еще что-то. И выяснится, что это было за надпись. Здесь пока что ничего придумать я не смог. Может ночью, конечно, надо сюда прийти. Такое тоже возможно. Ну да ладно. Мы ищем плотника Робин. Где-то она здесь должна обитать. Пытаюсь понять, где именно. Это старый клуб. А вот тут какой-то дом. Как бы ее магазин не здесь был. Просто надо посмотреть ее расценки. Там же птичник надо первый поставить. А птичник это уже яйца. О, привет. Сказал яйца, кого-то увидел. О, ты тут новый мальчик с гермы, да? Хейли. Красотка Хейли. Да, это я. Ой-ой, а я Хейли. Если бы не эти ужасные шмотки, ты был бы симпатичен. Попрошу. У меня отличные шмотки цвета. Ладно, у меня просто отличные шмотки. Про цвет говорить не будем. О, тут детская площадка. Можно я тут поиграю? Нет, нельзя. Так, не пойму. Как тот дом найти, который чуть-чуть выше находится? Тут же уже все. Ну ладно, время еще есть. Давайте побегаем, поищем. Где можно найти Робин? Выше там уже что-то иное. Ниже... О, какая-то есть. Надпись. Разрушенный мост. А, это этот. Блин, супермаркет огромный. Это здесь старики живут. Я помню. Да? Старик, бабушка, вернее, живет. Которая... Которая... А, вот и дедушка появился. Здравствуйте, дед. Джордж зовут. Как же раздражает здороваться со всеми этими новичками. Зовут меня Джордж, кстати. А теперь отвяжись. Какие новички? Я первый за последние 20 лет здесь. Ну, не очень дружелюбный, я бы сказал. Джордж. Лишь... Встретимся как-то ночью. На узком мосту. Вот бабульку какую-то вижу. Или я с ней уже знакомился. Джордж целыми днями сидит перед проклятым телевизором. Да, мы с ней знакомы. Вот бы он выходил на улицу почаще. Свежий воздух пошел бы ему на пользу. Да я с радостью помог бы, но он меня послал. Причем прямым текстом. Так, это Алекс, по-моему, да? Сэм пытается выполнять кикфлип. Это не Алекс, это Сэм. Ну, так пусть выполняет. Причем. Я вот вон в мусорку залез. Сэм, что тебе нужно в мусоре? Это что, твоя мусорка, что ли? Может, и его. Жадный. Даже в мусорку нельзя залезть. Хорошо. Это что? А, это... Она работает в салоне. По именам пока не помню. Эмили. Ах, весна. Время постельных тонов на самом деле больше предпочитаю яркие. Ой, извиняюсь, я опять что-то обормотала о моде, да? Ну, да. Ну, меня не пустят туда, понятно. Нет еще. Уровня доверия. Как же мне найти-то Робин-то, а? Люди добрые, что это за дом? Моляка какого-то. Ого, я тут далеко забежал. Прям в кухню пустили. Тут никого нет или я их просто не вижу? Я здесь. Жаль, она в самом-самом верху, на севере находится. Я думал, она возле меня где-то рядом. Мне ж надо ее таскать. Узнать, сколько стоит это все дело. С курицами. С курицами. Индюками или кто там будет у нас в птичнике, даже не знаю. Так, это... Опять я здесь. Правее чуть-чуть. Я правильно шел, кстати, самый первый раз. Ну, давай. Опа. Кого-то вижу. Минуту. Мне ж надо перезнакомиться со всеми. А ты кто? Мару. А, вы ведь недавно здесь, да? Да, я ее первый раз вижу. Я Мару. Я как раз хотела познакомиться. Привет, Мару. Знаете, в таком маленьком городке новое лицо может сильно изменить динамику сообщества. Это так здорово. Хорошо, Мару. Спасибо за информацию. И с тобой было приятно. О, это Робин, по-моему. Знакомишься со всеми в городе? Звучит утомительно. Подождите, а что, рабочий день закончился? Вы что, тут офигели, что ли? Я только дополз до вас. Робин. Ну, пошли. Я и цены хотел узнать, это кто. Диметриус. Приветствую, Диметриус. Ученый отец. Спасибо, что пришли представиться. Ученый отец? Это как? Ученый отец? Отец кого? Или святой отец? Я изучаю местные растения и животных в своем домашнем лаборатории. Вы еще не встречали мою дочь, Мару? Она хотела с вами познакомиться. Только что встретил. Хорошо, но я опять везде опоздал. Представляете? Вот здесь она находилась, Робин, но уже все закрыто, по-моему. Это грустно и печально. Хотя... Нет, это похоже на мастерскую топору. Хотя... Стой, стой, стой. Там что-то было. Можно было посмотреть. А, ну, минуту. Один из топоров, Робин. Так, Робин надо будет ловить, когда она здесь будет в следующий раз. Давайте посмотрим, что за ее домом. Ух, там какой-то дикий человек живет в палатке. Смотрите. Железная дорога. Где тут железная дорога? Там как будто провал. А раз... Дыру можно пробить. Привет. Незнакомец? Здравствуйте. Не обращайте на меня внимания. Я просто живу тут один в одиночестве. Бомж, что ли? Ну, похоже, да. Ведь давай ко мне. У меня там места много. Ну, так, смотри. А, смотри, сколько я уже людей встречал. Первое знакомство. О, девятнадцать. Пять человек уже встретил за эту серию. Осталось-то всего-навсего девять человек это искать. Когда я даже не представляю, где их искать. О, это мне нравится. Это вкусно. Вот это странно, какие-то памятники или что-то такое. Идолы. Так, тут какая-то руда. Огромная шахта. В шахте... В шахте находится какой-то престарелый супермен по имену Марлон. Он говорит, хм, и смотрит в дыру, которая идет вниз. Я просто смотрел вниз в эту старую шахту. Ее забросили десятилетия назад. И... Правда, там еще должна остаться хорошая руда. Но в таком темном заброшенном месте, боюсь, ты найдешь там не только руду. И... Вот возьми, возможно, он тебе понадобится. Ничего себе, мой первый меч. Хо-хо-хо. Вы получили ржавый меч. Ну, конечно, какой же мне еще дадут. Меня, кстати, Марлон зовут. Я заправляю гильдии искателей при исключении. Тут совсем рядом. Буду за тобой приглядывать. Возможно, возьму тебя в гильдию. Если ты достойно себя покажешь. Ха. И исчез, главное, значит. Какой хитрый парень. Так, у меня есть меч. Это... А, его не надо брать в руки. Его просто можно выделить. И теперь я ночью буду сра... Ух ты. Теперь я ночью буду сражаться со всем. Ваша кирка слабая, чтобы разбить это. Да, мне кузнец нужен, чтобы разбить это. Не работает. А эта вагонетка меня может, я так понимаю, вывезти там, где автобус ходит. Помните? Похоже, не работает. Ну да, тут вообще ничего не работает. Я могу спуститься сюда, но тут, как вы видите... Боюсь, что я не... Нет, могу найти камень. Так, а что это такое? Какое-то странное место. Энергия появилась. Видимо, опасная. Ну, тут можно камень, да, добывать. Так, Робина я так и не встретил. Ладно, завтра утром побегу к Робин сразу же. О, прошел еще дальше. Я понял. Мы берем с вами меч и идем вниз, вниз, вниз. Долбим, долбим, долбим. Зачищаем шахты. Ну, я думаю, нам сначала надо немного окрепнуть. Ну, в плане броню найти какую-то меч. Не ржавый, наверное, взять руки. Поэтому я понял. Есть еще у нас тут одно место. Вылезти шахты, да. Зайдем сюда чуть-чуть попозже. У меня тут снова квест обновился. В горах к северу от города есть шахта. В ней могут находиться цененные минералы. Но Марла намекнула, что там может быть опасно. До ката уровня надо доползти. Так, уже ночь начинается. А я, как говорится, далеко от дома. О, это, по-моему, та самая гильдия, да? Гильдия искателей. Только для настоящих авантюристов. Я он самый. Нет, да? Ладно. В общем, дойду до пятого уровня. Тогда мне разрешат, наверное, вступить в гильдию. Тут вообще разлом какой-то. Так, уже темно. Чувствую, у меня будет проблема, но у меня есть меч. Я буду защищаться. Энергия есть. В общем, дойду. К полночи дойду домой. Погода, в принципе, хорошая. Весна на улице. Приятель обитает. Интересно, к нему в палатку можно навидаться? Посмотреть, как он живет на природе. Робин, наверное, дома уже. Сейчас найду. Зайду, вернее. Потушил костер мужику. О, можно. Привет. Можно я тут у тебя переночую? Хотя ты опасно. Еще сожрешь меня ночью? Нет, я пойду домой лучше. Девять вечера, уже все спят. Что за город такой? Тут, наверное, можно пройти по-шустренькому. Сейчас я к Робин наведаюсь. Робин, я пришел домой. Давай, открывай. С 9 утра до 8. Слышите, до 8. 8 ее уже нет на рабочем месте. Она в 16.30. Как все порядочные люди, уходят в салон пить пиво. Ох, чувствую, сейчас будет здесь жара. Пошел я каким-то новым маршрутом. Как бы мне это не аукнулось. А, нет, я дома, смотрите. О, смотрите, как к Робин можно быстро попадать. Очень классно. Очень здорово. Ну что, зомби, мы здесь? А, вот, смотрите. Вот, первый мертвяк. Сейчас я попробую меч свой проверить, как он. Слушайте, они неубиваемые. Иди сюда. Иди сюда, чучело. Энергия еще есть пока. Убил. Убил. Уголь, дали и волокна. Травянистое существо, на самом деле. Ну, это оно одно. А если их будет куча, то мне конец. Надо будет защищаться тогда. А он еще одно вылезло, смотрите. Я ж, наверное, качаю каким-то образом, да, это все дело? Да, качаю. Вот оно меня бьет потихоньку. Скорее всего, где-то есть... А, они есть навыки, по-моему. Там была у меня ветка навыков, талантов надо посмотреть будет. Волокна. Чем больше деремся, я думаю, тем сильнее мы с вами будем. Вот тут у нас таланты. Смотрите, рыбная ловля у меня, таланты, фермерство один. Боевые навыки, почему ноль? Я же убил двоих, ну ладно. А что ж тогда за квест? Подождите. Пугало надо создать. Так я достиг первого уровня. А зачем мне пугало, если мне засеивать нечего? Ладно, утром разберемся. Дайте чуть посплю. Каминчик, тепло. В доме холодно. Пора уже завести. Я не знаю кого. Енота. Нет, собаку лучше. Что по телевизору там? Прогноз погоды. Давай прогноз погоды. Ваш источник погоды, разрешение. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет прекрасный. О, отличный день. Зайдем к Робин. К Робин зайдем. Сейчас я выгружу, что я добыл сегодня. Это вот это. Вот это. А что это такое? Лук-порей. 20 камней. Пригодятся, я думаю. Кусок угля. Нет, сюда. Давайте попробуем одну вещь. Давно хотел попробовать. Зачем вот это надо? Сырой растительный материал. Оно. Дайте мне 10 штук. Пойду продам. Я хочу понять, как работает сундук. А, я уже спать хочу. Время уже позднее. Слушайте, появилась надпись. Вот, я положил сундук. Последний отгруженный предмет. Посмотрим, что мне деньги за траву придут, да? Так, 12 ночи. Все, мне... Да зайди, что ты в дом. Смотрите, дымок пошел с трубы. Блин, ну, мечта просто. Все, я спать. Я спать. Лампу выключать не буду, ибо страшно. Да, давайте. Уровень фермерства. Плюс один к навыку обращения с лейкой. Ух ты, даже такой есть. И плюс один к навыку обращения с мотыгой. Новый рецепт пугала. Новый рецепт изготовления обычного удобрения. Ну, круто. Новые рецепты появились. И пугало им ее делать. День пятый. Весна. А, фермерство. А что это такое? З. Что такое З? Или три? Другое 10. А что такое 10? А зачем здесь плюсик? Волокна 10 золотых. А, это я продал. Я лишь 10 выложил. Теперь у меня 10 золотых пришло, да? За все, что можно было. А это, если я буду в ящик сбрасывать продукты фермерства, собирательства, рыбной ловли, горного отдела, это будут тоже доходы. Я понял. Вот, мы узнали, как работает ящик, который возле дома, и как мэр Льюис его каждую ночь оббирает. Понимаете, в чем дело? Ну, все. У меня сегодня уже час. Какой-то петух кричит. Я не знаю, у меня нет фермы рядом, но он все равно орет. Так, смотрим, что у нас тут. У нас с вами прогноз погоды на сегодня, по идее, должно быть. А, на завтра уже. Завтра весь день будет ясно и солнечно. Но погода просто меня обожает. Предсказательница. Я чувствую, что к нам присоединился новый зритель. Это все понятно. Сегодня духи, похоже, нейтральны. День в ваших руках. Не знаю, что это значит, но, наверное, круто. Так. Опять письмо о зомби принес ночью. Ну, давай, подсчитаем, что там. Из моих источников стало известно, что вы заглядывали в старый клуб. Почему бы вам не зайти ко мне? Мои покои в каменной башне к западу от лесного озера. Возможно, у меня есть информация о крысе в клубе. Вот как этот квест развязывается. Я видел эту башню на карте, но так и не доходил сюда, поэтому у меня сейчас два дела есть очень важных. Вы получили письмо от местного волшебника. Он утверждает, что у него есть информация о старом клубе. Блин, ну, настоящая детективная история. Ну, давайте к нему сбегаем. Сейчас я попробую. У него сейчас это огородом надо заниматься. Смотрите, засыхает земля, если на ней ничего не растет. И пугалами надо сделать. Сейчас это все сделаем. Сейчас тут пройти бы хотя бы для начала. Было бы уже здорово. Но это не судьба как-то. Не получается. Блин. Кто хозяин этого поля? А, я. Ну, ладно. Как-то тут можно пройти к волшебнику, я так понимаю. Да, дорога должна как-то вести? Нет, не должна. Вот если выйти. Да нет, должна. Не рассказывайте мне. Мне сегодня надо зайти к Робину. Я тут несколько дел хочу еще сегодня успеть. Сейчас я тут посмотрю, что... Нет, тут топик. Значит, через низ пойдем. Тут же можно выйти как-то? Ну, я надеюсь, можно. Это дерево срубил маленькое. Да, можно. Здесь есть спуск вниз. Это все надо привести в порядок, засадить и все будет нормально. Дайте мне меч и руки. Это опасно. Это дело здесь бродить. Тут еще куда-то есть вход. Спуск, корни. Или тут рыбу просто. А, тут рыбу можно ловить. И, наверное, здесь рыбы побольше, чем у меня. Но я тоже разведу. Подожди. Вот башня. Я так и думал, что от нее могу выйти. Только тут меня заблокировали демоны. Надь. Отлично. Музычка приятная. Так, что это за ящик? Ну что, зайдем? Меч в руки возьми. Малая, может, там маньяк. Как обычно. Никому не доверяю. Ух ты, привет. Симпатично за тебя. Волшебник, заходи. Да, уже зашел. Не подходи ко мне, у меня меч. Я рассмодивус искатель магических истин. Последник между физическим и бесплотным. Мастер семи элементов. Хранитель священной, но, думаю, мысль я донес, да? Думаю, да. А ты, Шед, я давно предвидел твое появление. Спасибо. Вот, я покажу тебе кое-что. Покажи. Только смотри, у меня меч, я предупреждаю. Узри это. Опа. Зеленый ночной горшок. Я его тоже видел. Он пытается со мной говорить. Ты ведь не впервые видишь такое, да? Да. И? Они называют себя Джунимо. Джунимо это слово, джуниор, наверное, да? Детский ночной зеленый горшок. Они таинственные духи. И почему-то они отказываются говорить со мной. Ух, исчез. Я не знаю точно, почему они поселились в старом клубе. Тебе удалось найти там золотой свиток на непонятном языке? Ну да, нашел. Прелюбопытно. Не подходи. Подождите, если я посмотрю сам. Скоро вернусь. А, это он так может телепортироваться в башню, да? Ой, не в башню, а в старый клуб. Я не могу двигаться, кстати. Ох ты, он сзади зашел. Ну, мандичина. Да, я нашел записку. Зазык сложный, но мне удалось его расшифровать. Давай, тайна нам интересна. Мы, Джуни Мадрады, помочь тебе. Взамен мы просим дары долины. Если ты один с лесом, то увидишь истинную природу этого свитка. Ну, с лесом я не един. Я с телевизором един. Един с лесом. Что они имели в виду? Принюхиваясь. Ага. Подойди. Куда? Он меня сейчас сварит. Он меня сейчас сварит. Не нюхай. В моем котле болят лесные ингредиенты. Ростки папоротника, мох, карамельная поганка. Чуешь? Да, чую. Держи, пей до дна. Пусть сущность леса пропитает твое тело. Ой, приятель. Лучше не надо. Все-таки я рискнул. Сейчас блювану прямо в котел. Я думаю, я не первый это сделал, потому что он зеленый уже. Смотрите, все потускнело, полетело. Какие-то листики. Деревья нападать начинают. Ну, поперло. Видимо, зелье было. С определенными травками. Смотрите, это гипноз. Меня уже начинают укачивать. А вас? Мне захотелось в лес. Я чувствую себя деревом. Теперь владеете лесной магии. Она дает вам возможность увидеть истинное значение свитков Джо Нима. Да? Ты че, меня выгнал? Все, он меня выгнал. Так, ну... Что дальше? Я теперь могу прочитать свиток, я так понимаю, да? Ну, ладно. Мы соседи, кстати, с этим маньяком, магом. Я могу с ним... Периодически видеться, чувствую. Так, мало времени. 9.40. Надо много чего успеть сегодня. Птичник узнать, сколько стоит для начала. А как я тут... Или не здесь был? Я еще не здесь был. Ладно, пробегаем. Вот дорога моя дам... Нет, это не моя дорога домой. Ну, можно было и там прорезать. Кстати, здесь отличная рыбалка. Можно я, наверное, буду делать день, когда я буду чисто ловить рыбку. Ну, а что? Вышел, половил рыбу. Если у вас есть удочки, приходите. Разрешу и вам. Убросить пару удочек. Так, ладно. Ладно, ладно. У меня... Надо уже закругляться. Все-таки серия у нас не плановая. Сильно я тут разгуливаться не буду. Иначе меня остановить трудно. Но остановить... Остановиться я сам не могу, как вы видите. Подожди. Тут есть что? Подожди. Тут есть что? Нам надо сделать пугало. Пугало делается из 50 древесины, одного угля и 20 волокон. Волокона продавать ни в коем случае нельзя. Уголь у меня есть. 50 древесины, я так понимаю, что нет. Ладно, покажи, сколько у тебя древесины. 15 древесины. Древесины вообще нет. Ладно, давайте сделаем так. Я сейчас на всех парах побегу к Робин. Посмотрю, сколько птичник стоит. Так, это мой ночной горшок. Извините, но я должен это сделать. Ну а что, я что же человек, правильно? Ну, такой у меня туалет здесь. Другого я не могу пока построить. Я бедный. Мне сказали, что я плохо одеваюсь. Ну, вообще, оборзели. Они меня обидели. Я чувствую себя ущемленным теперь. Ну, вот видите, питаюсь, чем могу. Собираю лук-порей по дороге в дом к Робин. Так, Робин, а ну давай-ка, Алисия. Я знаю, уже где ты живешь. Ты прямо через мой участок живешь. Привет, Робин. О, тут можно познакомиться еще с кем-то. Ну, с этим я знаком. Это отец и ученый, Диметриус. В соединениях лизосферы углерод-13 находится в достаточной концентрации. Но, ой, прости, я тут размышляю над данными и не заметил тебя. Да ладно, я уже привык. Вы уже знакомы, Мару, с моим папой Диметриусом. Он ученый, мне очень интересно помогать ему в лаборатории. Тебе что-то нужно? У тебя что-то есть? Ладно, мне нужна Робин. Робин? Робин. Чуть не могу до тебя дотянуться, Робин. Наш дом стоит на таком красивом участке, правда? Ну да. А как у тебя купить что-то? Я люблю свежий воздух в горах. Робин, а как у тебя купить что-то? Ой, чуть не зарубил Робин. О, понятно, если так, то мы близко, ну как друзья разговариваем. А как, а если через прилавок, то тогда как чисто бизнес, да? Так, построить здание для фермы. Птичник, 4000 золотых. Ё-моё. О, 300 древесина, это я добыть могу, а где брать такие деньги? Вмещая до 4 птиц одного вида. До 4 птиц одного вида, то есть куры, индюки, утки, куропатки, да? Снести строение, построить. В общем, 4000 золота надо, но это пока нереально. Робин, ты меня режешь без топора. Магазин. Так, древесина по 10, но я её сам набью. Не надо. Простой окно, можно вставить танцующая трава какая-то. Голубой табурет, комнатная растения. А, это для дома чисто купить. Сезонное растение, кусок бревна, кирпичный камин, печной камин. И деревянное покрытие, рецепт. Ох, да тут столько всего. Дорожка из крупных камней, дорожка из кристаллов. Да вы что? Откуда мне такие деньги? И расширить дом можно за 10 тысяч золотых. И 450. Робин, я с тобой больше не разговариваю. С такими ценами на человека, который только что, можно сказать, родился в этом месте. Это ужасно. Ладно, давайте зайдём ещё в клуб. Я хотел посмотреть. Смотреть. Смогу ли я прочитать теперь этот свиток? Пойди. Опа, звёзды какие-то появились. Что-то такое. Или они тут и были? Пойди, Макха, если меня не обманул. Но денег он с меня не взял, значит не обманул. Вот опять жёлтый горшок бегает. Привет. Ух ты. Награда ремонт моста. Сборы весенний узелок. Экзотический узелок. Сборы зимний узелок. Сборы летний узелок. Давай что, нажать что ли? Сборы. Дикий хрен. Нарцисс. Лук парей. И одуванчик. Как-то разложить я что-то получу, да? Подожди ещё раз. А тут что? Ну, этого у меня точно нет. Это только, видимо, весной. Нарцисс и одуванчик у меня есть, но не с собой. Я понял, 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 понял вас. Понял, понял, понял. Сейчас сделаем. Минут. Дом недалеко. Я сейчас прям пойду. Не знаю, может проще будет вниз сейчас побежать. Так, эта красотка. Она всегда здесь. Мне хочется заняться шопингом. Ох, бы у нас было побольше магазинов. Вот это что растёт за фигня. А у меня уже инвентарь не влезет. Блин, трава мешает. Одуванчик ещё найти надо. Нет тут одуванчика. Это не одуванчик, это нарцисс, по-моему. Птичка какая-то. Так, ладно. Дай я тебе цветок хоть подарю. Что я за джентльмента? На. Ах, это мне? Спасибо. Пожалуйста. Хочешь ещё один? Да, я такой. Подожди, как это убрать? Дайте мне меч в руки. Всё, хватит нежностей. Награда ремонт мост. А, я соберу эти цветы и мне мост какой-то отремонтирует. Да, я понимаю. Вот это награда имеется в виду. А я думал, мне надо отремонтировать мост. Подождите, я в центре города? Ох, тут есть какое-то объявление на сегодня-нибудь, да? Желаете приобрести картофель повкуснее? Плачу после доставки. 240 за единицу. Джордж будет просто счастлив. 240. А где же я картошку возьму? Ладно, я приму задание, но я не обещаю, что его доставка. За два дня надо картошку найти. Подожди. А Джордж это кто? Что за магазин Пьера? Кстати, сюда не заходил. Семена в продаже. Семена продаются. Абигейл, свежий горный воздух. Такой день где-то здорово. Интересно, скоро появятся лягушки? Зачем тебе лягушки? Ты что, француженка? Семена Пастернака за 20 золотых. Рассада. Ладно, квест появится. Хотя бы я знаю, где теперь семена брать. О, какой-то вор. А ну стой. Шейн, что ты ко мне пристаешь? Я хочу побыть в одиночестве. Да, я с ним уже виделся. Так, подожди. Картошку тебе нельзя купить? Я здесь куплю подешевле, а потом продам подороже. Можно? Семена картофеля. Но я не выращиваю за два дня. Надо заранее, наверное, видимо, готовиться, да? Ну да. Да. Сильно не разгуляешься. Ну и ладно. Не сильно-то и хотелось. Вот здесь что обитает? Или кто? А, это дедушка. Мой любимый. А, вот здесь я так и не понял, кто обитает. Меня сюда не пускали раньше, а теперь пустили. Но тут делать нечего. Так, это мэр здесь обитает, да? Ладно, у меня дело было. 15.40 сейчас все закроется, хотя я должен успеть. Подожди, подожди. Кстати, завтра день рождения люется. Фу. И что мне надо делать? А этот одуванчик нельзя сорвать у вас? Ну, тихо, тихо, тихо. Не паникуем. По-моему, я одуванчик где-то видел. Сейчас еще посмотрим. А, вот он, вот он растет, одуван. Сейчас от травы выброшу. 15 травы, да ты что? Если я не прощусь, я 15 травы выброшу. Никогда. Не прощу. Мне чучело надо делать. Да зайди ты уже, хватит драться-то. А, может, у меня есть одуванчик. Ну, я могу сорвать, конечно, так. Это туда, это сюда. Вот это три мне надо. Один я могу выложить. Шесть у меня. Есть у меня одуванчик на всякий случай. А как их по одному выкладывать? Вот так. Все, сейчас пойду посмотрю, как это работает. Где картофель брать? В этом супермаркете опять купить за 240. И отдать Джорджу за 240, да, получается. Не очень выгодно. Как по мне. Так, одуванчик у меня точно есть, да? Все, четыре у меня есть. Сейчас мы мост отремонтируем. Это я цветочек подарил. А интересно, у нас отношения улучшились вообще с этой мадмазель. Что это за крестик? Она не любит цветы? Или что это за крест? Или зеленый крест это хорошо? Не понял. Нет, она была счастлива, по-моему. А что зеленый? А что крест? Ну, зеленый это хорошо. А что крест? Ладно. Ого, ох, лови их всех. Кто это? Джаз. Здравствуйте. Подожди. Я не буду тебя бить. Стойте, дети. Подождите. Это ж мой квест. Дед, ну куда вы? Ой, незнакомец. Меня зовут Винсент. Мама велела не разговаривать с незнакомыми. Ну, ты вроде ничего. Подожди. Это кто? Пенни, по-моему. Да, Пенни. Я тебя уже узнаю. Наш город такой маленький. Срочи каждый день не избежать. Да, Пенни? Интересно, каково жить в большом городе? Ой, Пенни, лучше не спрашивай. Эй. Так, я на двух детей каких-то поймал. Похоже, она Пенни ими занимается, да? Так, есть. Я собрал кое-чего. Побежали. Побежали сюда. Мару всегда сама здесь сидит. Мне что-то Мару как-то жалко. Что она здесь сама сидит всегда? Ну, хочется узнать историю каждого из них. Интересно, получится ли или нет? Так, вот это я могу создать теперь. Раз. Чё красный появляется? Меня пугают цвета. Неправильно, что ли, собираю? Узелок готов. Награда ремонт моста. Подарки. Весенние семена. Разнообразные семена диких весенних растений. О, а я хотел покупать, прикиньте. Всё уже у меня в руках. Сейчас буду готовить свой первый огород. Засеивать, собирать, продавать. Ну, короче, мне надо 4000 собирать, чтобы птичник построить. Дикие весенние растения. А, это чтобы ремонт поста, это всё надо выполнить. Зимний узелок, экзотический узелок. Вот это такое, это вообще нереально. Пять из... Пять надо, я так понимаю, да, из всей этой кучи собрать. Хорошо. Строительный узелок. Ух. Твёрдая древесина, это мне недоступно. Строительный узелок, осенний узелок. Ну, до осени ещё дожить надо, если с голоду не подохнули, не убьют меня местные. А вот за семена, да, спасибо. Спасибо, да. Понял, как... Опа! Смотрите, ещё что-то появилось после выполнения первого. Это не я веду. Ещё что-то появилось. А вон поползал, смотрите. Эй, это моё. Смотрите, он кто-то её-то несёт. Это я первый дар выполнил? А, он домой его заносит. Фух. Да вы что? Как я могу это место-то? Урожай весенний узелок. А, новый теперь урожай. Смотрите, пастернак, фасоль, цветная капуста. Награда теплицу можно теперь получить бесплатно. А, не бесплатно. Теплица у меня разрушенная на участке. Понимаете, да? Я могу её отремонтировать. Весенний озерной уголок. Это рыбу разную поймать надо. Блин, ничего нельзя вообще продолжать. Продавать. Вообще ничего нельзя продавать. Надо всё собирать. Собирать, собирать, собирать. Вот у меня... И это чисто рыбная ловля. Аквариум называется. Устранение блестящего булыжника. Я не знаю, что это такое. Но вещь, наверное, полезная. Ух, круто. Мне пока что всё нравится. Обалдеть. Каждая цепочка, цепочка, звенок, звену. И мы с вами, это уже Мару ушло. И вырисовывается картина общая. И за каждый ещё дар будут давать. И чтобы построить теплицу, надо собирать, собирать всё, собирать и собирать. В общем, понятно. Понятно. Квесты у нас ясны. Доставка картофеля. Я не знаю, где её брать. Сейчас, подождите. Джошмар, до 23-х открыт. А ну, сколько там картофель стоит? Ну, я, понятное дело, не выращиваю сейчас. За короткий срок. Картофель, понятное дело. Ну, сейчас цены хотя бы посмотрю. Так, привет. Добро пожаловать, Джошмар. Как проходит ваш выходной? Теперь для вас доступно членство в нашем корпорации. Будучи членом корпорации сможете помочь в благоустройстве города с помощью наших рабочих за определённую плату, конечно. Ах, да ещё кое-что. Мор Льюис пообещал нам, что когда в этой городе станет у нас члены больше, он по-разному не чудесно. Честно, Джоша стоит 5 тысяч. Ну что, желаете присоединиться? Городской клуб станет складом Джоша. Вы больше не сможете его остановить. Впрочем, Джоша предоставит вам альтернативу для улучшения городских уходов. Нет, нет, но это не годится. Понимаете, в чём фишка здесь? Главное, случайно не нажать. Либо можно развиваться с помощью Джош Марша, вот этого чувака, либо с помощью этого. Либо с помощью ночных горшков, которые там бегают. Семена картофеля, 62 золотых. Ну, у меня нет пока денег. Ну, я не буду пока. А так картофель купить нельзя, видите. Можно только вырастить. Так что я квест провалю, получается. Ну, дай мне семена картофеля, 62 монеты. Вот там одно семя. Одно семя, 60. Что-то вообще тут с ценами офигели. Вас надо выгнать с территории города. Можно развиваться через либо вот этот, вот этот вот, супермаркет. Разрушив городской центр. Либо развиваться через городской центр с помощью магии ночных горшков. Как я её называю. Ну, круто. Ну, по-моему, интереснее, наверное, цепочки выполнять ночных горшков. Тут где-то тюльпан рос. Можно я его возьму? Благодарю. Я просто свой потратил. И выбрасывать ничего нельзя. Продавать, вернее. Ничего. Всё надо копить. Всё надо собирать. И мы с вами станем крутыми в один из дней. В общем, в этой серии мы с вами узнали тайну. Семена я оставлю. Наверное, буду засеивать тайну городского центра. Заброшенного. И я его ни на что не променяю. Мне нужно 50 древесины. Где её брать? Вопрос, конечно, сложный. Очень медленно добывается она, я вам скажу. Деревья надо, конечно, рубить. Больше толку бы будет. Ну, давайте срубим какие-нибудь деревья. Которые стоят прямо вот здесь. Одно давайте срубим. Посмотрим, сколько древесина выпадет. Ох. Ого, 12 с одного дерева. Ещё и пенёк можно добить. Это, наверное, неправильно. Деревья тоже надо как-то... чтобы они восстанавливались. 12 дерева. Некоторые деревья мешают. Вот эта теплица можно восстановить будет с помощью, понимаете чего. Такая же глубокая ночь, конечно. На деревья должны сами пойти вырастать. Дайте ещё вот это грохну дерево, чтобы деда... Оу! Оу, за мной гонятся. Срочно домой. Летучая мышь. Если будет компания, то нам конец. А что будет, если летучую мышь убью? Подождите. Что с неё выпадет? А ну иди сюда. Иди сюда. А вон, смотри, слезняк ещё ползает. Главное, чтобы группой не напали. Который час? 22.30. Пора валить. Пора валить, я говорю. Давай. Давай. Я просто хочу убить, что с неё падает. С неё падает летучая... Крыло летучая мыши. Чудовище. И вот это ещё можно грохнуть. Он прыгает. Внимание, да. Где ещё подерёшься с ветвяками? Убил. Древесный сок дали мне. 23.30. Пора домой. И соль какая-то выпала ещё. Со слезняка. А он ещё один ползает. Это, наверное, важно. Это, наверное, полезно. Слоя летучая мышь летит. Так, всё. Всё. Ух ты, я замедлен. Всё, сбегай, сбегай, сбегай. Они меня парализовали. Тут ещё яд какой-то впрыскивает. Так, ладно. Это выкладываем. Какой-то сок. Это тоже может быть. Удивительно деликатный материал. Может пригодиться. Слизь тоже. Естественно, у нас уже 36 древесины. То есть, по сути, одно дерево ещё. Дорубители по веткам. И в следующей серии мы с вами сделаем... С вами сделаем... С вами сделаем... Что мы с вами сделаем? Двигаемся дальше. Вот. Фермерство. Совердить пугало. Пугало построим. Слушайте, мне там надо посадить картофель бы было. Время уже позднее, говорят. А можно я картофель посажу? Мертвяки здесь? Да, они меня такие же дали, зараза. Давай быстро засаживай. Ты отстань от меня. Что за люди? Что там у нас? Здоровье есть? О, я ещё деликатно материалы достал. Можно посадить эту ночь? Можно полить эту ночь? Чтобы утром уже что-то... Результат какой-то был. Налей воды себе. Ночью пить захочется. А ты без воды. Хоть слейки хлебнёшь немножко. Так, вот этого я оббегаю. Мне не нравится. Он мне бесит. Хотя я с ним дрался долго. Всё, я его убил. Глубокая ночь. Чувствую это отразится на моём завтрашнем состоянии. Но зато я достал ещё деликатно материалы. Немножко слизи. И воды набрал. Вдруг если захочется пить. Камин я не выключал. Потому что дома холодно. Всё, я спать. Я спать. Игру можно сохранять. Окей. Итак, уровень 1 собирательства дали нам сегодня. Плюс 1 к навыку обращения с топором. Иногда с деревьев будут падать семена. Вот. Новый рецепт изготовления. Дикие семена. Весна. Угу. И новый рецепт изготовления. Полевая закуска. Что это такое? Сникерс? Ладно. Семена будут падать с деревьев. Я просто думаю, как нам деревья восстанавливать? Мы же их рубить будем. Древесины надо всё больше и больше. И, наверное, что надо какие-то семена засаживать обратно. Будет лес у нас. Надо сначала спланировать участок. Мы обязательно это сделаем. Где у нас будет грядки. Где у нас будет лес. Где у нас будет, я не знаю, что ещё. В общем, всё. В этой серии мы... В неплановой, кстати, серии. Вечерней, неожиданной серии. Сделали очень много полезных вещей. Залезли в городской центр. Узнали его тайну. И, в принципе, дальше будем двигаться по намеченному плану. Всё. Игра сохранена, друзья. Я с кровати выползать не буду. Понежимся в постели возле горящего камина. Ну что, друзья. На этом всё. На этом всё. Встретимся уже в следующих сериях Стэй Дюэли. Когда, не знаю. Может быть, меня посетит вдохновение. Мы снимем внезапную серию. Посмотрим. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий. Канал Шедвель. Игровые миры. И до встречи в долине Звёздной Росы. Пока. Субтитры подогнал «Симон»